Добрый вечер, друзья! Мы снова в эфире и продолжаем читать русскоязычную каноническую библию в синодальном переводе. Сегодня мы уже в книге Птайя, 39 глава. В то время Мередах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к изеке письмо и дары, и послал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным изеке, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им изеке в доме своем, со всем владением своим. И пришел пророк Исаик, царю изеки, и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И изеки сказал, из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия, что видели не в доме твоем? И изеки сказал, видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия изеки, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал изеки Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что совокупил он мир, и благосостояние пребудут в одни мои. Глава 40. Возвысь силою голос твой, благовествующийся он, возвысь, не бойся, скажи сынам Иудинам, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силою и мышцей его совластью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, ангцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его, с кем советуется он и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знамению и указывает ему путь мудрости. Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку поднимает он, и ливаны, недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, меньше ничтожества, пустоты считаются у него. И так, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Игола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущая на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва прилился в земле ствол их. И как только он вдохнул на них, они высохли и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните? Говорит святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновят и не устанут, пойдут и не утомятся. Глава 41. Умолкните предо мной острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом ее в прах, луковому в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогую, по которой он никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тоже. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке, хороша. И укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебе десницу и правды моей. Вот в стыде, в посравлении останутся все, раздраженные против тебя. Будут как ничто и погибнут, припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющихся с тобою будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, искупитель твой, святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы. Ты будешь верить их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты, возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие и ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим, эмирту и маслину. Насажу в степи Кипарис, ябр и бук вместе. Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и разумели, что рука Господня соделала это. И святой Израилев сотворил сие. «Представьте дело ваше», — говорит Господь. «Приведите ваши доказательства», — говорит царь Иакова. «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы внутренним умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как грошечный клину. Кто возвестил об этом изначало? Чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать правда. Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону «Вот оно», и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пусто и стуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопиет, и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трость, и надломленный, не преломит, и льна курящего не угасит, будет производить суд по истине. Не ослабеет, и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю и землю с произведениями ее, дающий дыхание народу, начим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать, хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народов, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключений и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей неиному, и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте, Господу, новую песнь, хвалу ему от концов земли. Вы, плавающие по морю и все, наполняющие его острова и живущие на них, да возвысит голос пустыни и города ее, селения, где обитает Кедар, да торжествуют жилища, живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани и возбудит ревность, вас зовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающие, буду разрушать и поглощать все. А подсушу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогу, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми, вот что сделаю я для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканом, вы боги наши, слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделали с добычей и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто придал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Негосподли, против которого мы грешили. Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не разумели этого сердца. Глава 43. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой, святой Израиль, спаситель твой, В выкуп за тебя Антал-Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, То отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предвек и спас и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я, Господь, Святой ваш, творит Израиль, Царь ваш. Так говорит Господь, открывающий в море дорогу, в сильных водах стезю, Выведшие колесницы и коней, войски и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильно погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы? Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Полевые звери прославят меня шакалы и страусы, Потому что я в пустынях вам дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне ангцов твоих во всесожжение, И жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, И не отерещал тебя фемиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро, И туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, Беззакониями твоими отягищал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, И грехов твоих не помянул. Припомни мне, стань усудиться. Говори ты, чтоб оправдаться. Про отец твой согрешил, И ходатай твои отступили от меня. Зато я, предстоятеля святилища, лишил священства, И Иакова предал на заклятие, И Израиля на поругание. Глава сорок четвертая. Один скажет, я господин, Другой назовется именем Иакова, А иной напишет рукою свою, я господин, И прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля, И искупитель его, Господь Саваок. Я первый, и я последний, И кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит, И в порядке представит мне все с того времени, Как я устроил народ древний. И пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не изданно ли я возвестил тебе и предсказал? И вы, мои свидетели, Если Бог кроме меня, Нет другой твердыни, Никакой не знают, Делающие идолов все ничтожны, И вожделеннейшие их Не приносят никакой пользы. И они сами себе свидетели в том, Они не видят и не разумеют, И потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, Не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, Ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, Они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор И работает на угольях, Молотами обделывает его И трудится над ним сильной рукой Усвою до того, Что становится голоден и бессилен, Не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, Протягивает по нему линию, Остроконечным орудием делает на нем очертания, Потом обделывает его резцом И округляет его, И выделывает из него образ человека, Красивого вида, Чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, Берет сосную дуб, Которую выберет между деревьями в лесу, Садит ясень, А дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, И часть из этого потребляет он на то, Чтобы ему было тепло, И разводит огонь, И печет хлеб, И из того же делает Бога, И поклоняется ему, Делает идола, И повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, Другую частью варит мясо в пищу, Жарит жаркое, И ест досыта, А также греется, И говорит, Хорошо, я согрелся, Почувствовал огонь. А из остатков от того Делает Бога, Идола своего, Поклоняется ему, Подвергается перед ним, И молится ему, И говорит, Спаси меня, Ибо ты Бог мой. Не знают и не разумеют они, Он закрыл глаза их, Чтобы не видели, И сердца их, Чтобы не разумели. И не возьмет он этого К сердцу своему, И нет у него столько знания И смысла, Чтобы сказать, Половину его я сжег в огне, И на угольник его испек хлеб, И сжарил мясо, И съел, А из остатка его Сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться Куску дерева? Он гоняется за пылью, Обманутое сердце Ввело его в заблуждение, И он не может освободить Души своей и сказать, Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Иаков и Израиль, Ибо ты раб мой, Я образовал тебя, Раб мой ты, Израиль, Не забывай меня, Изглажу беззаконие твои, Как туман, И грехи твои, Как облако, Обратись ко мне, Ибо я искупил тебя, Торжествуйте небеса, Ибо Господь соделал это, Восклицайте глубины земли, Шумите от радости Горы, лес, И все деревья в нем, Ибо искупил Господь Якова, И прославится в Израиле, Так говорит Господь, Искупивший тебя И образовавший тебя От утробы матерней, Я Господь, Который сотворил все, Один раз просвер небеса, И свою силу И разослал землю, Который делает Ничтожным знамение Лжи пророков И обнаруживает безумие волшебников, Мудрецов прогоняет назад, И знания их делают глупостью, Который утверждает слово раба свое, И приводит в исполнение Излечение своих посланников, Который говорит Иерусалиму, Ты будешь населен, И городам иудинам, Вы будете построены, И развали на его Я восстановлю, Который бездне, Говорит, И сохни, И реки твои я иссушу, Который говорит о Кире, Пастырь мой, И он наполнит всю, Исполнит всю волю мою, И скажет Иерусалиму, Ты будешь построен, И храму ты будешь основан. Глава 45, Так говорит Господь, Помазанку своему пиру, Я держу тебя за правую руку, Чтобы покорить тебе народы, И сниму пояс из чесла царей, Чтобы отворялись для тебя двери, И ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, И горы уравняю, Медные двери сокрушу, И запоры железные сломаю, И отдам тебе хранимые Восьмие сокровища, И сокрытые богатства, Дабы ты познал, Что я Господь, Называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, Раба моего, И Израиля, Испрада моего, Я назвал тебя по имени, Почтил тебя, Хотя ты не знал меня. Я Господь, И нет иного, Нет Бога, кроме меня, Я припоясил тебя, Хотя ты не знал меня, Дабы узнал ли от восхода солнца И от запада, Что нет, кроме меня, Я Господь и нет иного. Я образую свет И творю тьму, Делаю мир И произвожу бедствие, Я Господь делаю все это. Крапите небеса свыше, И облака да проливают правду, Да раскроется земля И приносит спасение, И да произрастает вместе правда, Я Господь творю это. Горе тому, Кто припирается создателем своим, Черепок из черепков земных, Скажет ли глина горшечнику, Что ты делаешь, И твое дело скажет ли о тебе, У него нет рук. Горе тому, Кто говорит отцу, Зачем ты произвел мне на свет, И матери, Зачем ты родила меня. Так говорит Господь, Святой Израиля, И создатель его. Вы спрашиваете мне О будущем сыновей моих, И хотите мне указывать В деле рук моих? Я создал землю, И сотворил на ней человека. Я, Мои руки распостер для небеса, И всему воинству их дал закон Я. Я воздвиг его в правде, И уравняю все пути его. Он построит народ мой, И отпустит пленных моих. Не за выкуп, И не за дары, Говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, Труды египтян, И торговля, И филипплян, И совейцы, Люди рослые, К тебе перейдут, И будут твоими. Они последуют за тобою, В цепях придут, И подвергнутся пред тобою, И будут умолять тебя, Говорят, У тебя только Бог, И нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены, И постановлены. Вместе с ними, Со святым дом пойдут, И все делающие идол. Израиль же будет спасен, Спасением вечным в Господе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Казахстан Добро пожаловать в 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 Казахстан Продолжение следует...